Великобритания Мы сегодня вот строим таких вот два блока небольших, вот, ну, может, но не больше часа, и я вначале буду пить то, что пою редко, и то, что, в общем-то, мало знакомо, если знакомо, то только к какому-то очень близкому, узкому кругу. А потом я уж попою то, что там стало уже совсем уж классикой такой, вот, я не знаю, что там будет сейчас, Серёжа, он что-то такое там настраивает, одну камеру, другую, что из этого выйдет, я не знаю, на самом деле много есть вот этого всего, Ну, если кто-то захочет отыскать, то это уже есть, а мы потом сравним, что выйдет у Серёжи, что есть уже, и насколько это отличается. Вот, ну, я даже не знаю, нужно что-то рассказывать о себе, говорить какие-то слова такие общие, я думаю, что, вот, я киевлянин, я всю жизнь живу в Киеве, вот, за исключением тех случаев, когда я уезжаю ненадолго. Да, да, зал здесь, сюда, сюда, господа, пройдёмте в зал. Ну, вот, и я теперь понимаю, что я прав, когда говорю о чём-то таком. А я всё думаю, здравствуйте, здравствуйте. Не, да, ради Бога, ну что вы, что вы, наоборот, это я прошу прощения. А, знаете, ну, вот я сейчас начну с песенки, которая появилась недавно, хотя стихи написаны уже давно. И там, где нужно будут какие-то, нужны будут объяснения, какие-то сноски, ремарки, я их буду делать, но немного, недолго и нечасто. Есть в городе Кракове колокольня Кафедрального собора. И вот на этой колокольне, как водится, висят колокола. И самый большой, у каждого из этих колоколов своё человеческое имя. Самый большой колокол называют Зигмунд, Сигизмунд по-нашему, в честь короля. И вот существует такое поверье и предание, что всякий, кто загадает желание, при этом дотронится до языка колокола, будет счастлив, а желание непременно исполнится. Вот об этом есть там строки, но они непонятны в песне. Вот такая вот должна быть ремарка. Сейчас попытаюсь её спеть, потому что я и себе-то её не пел давно-давно. Поэтому вот я о Питре и просил. А вот я сейчас возьму, да. Ой, какая прелесть. О, потрясающе, потрясающе. Да, ну я сейчас тут много чего набросаю туда. Вот. Я ещё от дальнозорки. Я понял, что так мне виднее. Это когда я рядом держу текст, тогда мне нужны очки. А тут оказалось, что... Ну вот. А ничего, ничего. Нет, нет, нет. Тогда я понимаю, в чём дело. Ну, застить будет вообще... Не знаю, что... Мой фейс, наверное. Вот. Проходите, проходите. Давайте я ещё что-нибудь расскажу. А кто-нибудь... Да, я понял, я понял. Хорошо. Ни слова, ни жест Лёд между нами привычен Печальный мест В снегах, занесённый к России Входили степенно В сугробы даров новогодних Надгробия И сцены Гранитных страданий Господь В тот памятный вечер Смирившись с гостиничным кровом Мы вышли на ветер Гулять по аллеям еловым У самого вала Там встретился старый сапель И ветра не стало Настало кружение снега Но помнится ясно Куда бы с тобою ни шли мы Мы были несчастны Хоть были верны и любимы Ты грустно глядел Всю ночь беспричинно проплакав И сердце боле Когда мы приехали в крат А время ещё Свои отворяло скрижали По склоном мощёным Легко мы на вавель взбежали Чтоб там над рекой Казаться, казаться Читой увлюблённым Чтоб с тылой рель рукой Придронуться к меди зелёным Без времени поднять Былому не выплатил дань Нет, Зигмунд не помнит И мы позабыли желание Ни жеста, ни слова На зависть На радость Завискиваем людям Мы встретимся снова Но вместе, как видно Не будем Ну, для нас, для киевлян В этой песенке Ничего не должно быть непонятного Ни одной строчки Не надо объяснять Я скажу, что сейчас мы просто живём На Тарасовской На коротенькой улочке Где в разное время Жила Леся Украинка Жила Анна Ахматова Жил рядышком Максимилиан Волошин За углом жил Коржавин А если вниз скатиться по улице По улице Тарасовской То попадаешь как раз в Купринскую яму На Ельске Я гуляю Мимо шума, мимо всяческого хлам По кузничной По Тарасовской подборку Напримет В те пределы Где горланит и повискивает яма Где мятежный вдоль квартала Разъезжает броневик В те пределы Где горланит и повискивает яма Где мятежный вдоль квартала Проезжает броневик Странный город Здесь заезжие влюбляются поэты Музыканты Свой рассудок оставляют навсегда Строгий ветер Точно листья обрывает апулеты Будто лето Здесь топорщица Широкая вода В поднебесье Гордым клином Но отнюдь нередкой птицей Этих горок Этих храма Выставляя благодать Балагук Улетает До какой-нибудь столицы Потому что Страшновато В здешних ямах Умирать Балагуры Улетают До какой-нибудь столицы Потому что Страшновато В здешних ямах Умирать В этих стенах Гениальность не найдет Посмертной славы Не обиду Но какую-то растерянность Тая Продолжайте Перелеты Переезды Переправы Пусть хоть в петлю Но зато от пустоты Небытия Продолжайте Перелеты Переезды Переправы Пусть хоть в петлю Но зато от пустоты небытия В годы сессий я тогда был увлечен студенткой дурой В прежней жизни, в прошлой прозе, в измерении ином Мне казалось, все пропитано вокруг литературы А на деле это кровью все пропитано кругом Мне казалось, все пропитано вокруг литературы А на деле это кровью все пропитано кругом Ну мы же свои, ну что вы Вот когда-то я понял, что пишу чужие песни И в этом со мной соглашаются люди, так сказать, близкие мне Люди, с которыми я дружу Ну скажем, вот я прихожу в гости к Городницкому И говорю, знаете, Александр Ильич, у меня такое чувство, что я написал несколько ваших песен Он говорит, ну послушай, я пою, совсем не похоже Хорошая песня на самом деле, он говорит, ну что-то совсем не похоже Вот точно так же я написал несколько песен Висбора, несколько песен о Куджаву Ну то есть я написал песню, скажем там, Вертинского Ну это понятно, потому что каждое предыдущее стихотворение пишет следующее Это касается не только поэзии, как говорил Бродский, но любого жанра, любого вида искусства Вот, я сейчас спою песенку из моего Висбора Вот, ну соглашаются со мной Якушева и Таня Висбор, в общем, все в порядке Если бы Висбор когда-нибудь смог приехать в Америку У него не было такой возможности То он вполне мог бы написать такую песню Время напреглоса от расстояний Прогорает вечная, выгорает летняя трава В море наших вечных расставаний Редко проступают острова Что не день морочат пересадки От свиданий до нежданных бед Лишь на сердце снежные осадки Осторожно оставляют след Лишь на сердце снежные осадки Незаметно оставляют след Передо мной лежит красивый берег Одного из памятных озер Тополя одной из двух Америк Вышивают осенью узор Но ни ослепительной краски Ни янтарь промытого песка Не заменят мимолетной ласки Твоего короткого звонка Как шальная трудица аорта Это к непогоде говорят По ночам огни аэропорта Жаркою тревогой горят Верь, что новый взлет пройдет без риска И едва рассеется туман За широкой бухтой Сан-Франциско За искрится тихий океан За широкой бухтой Сан-Франциско За искрится тихий океан Я немножечко как-то так это вот Отвлекаюсь иногда Ну, рассаживайтесь, Володя Сядь, пожалуйста Потому что как-то я Мне неловко Я забываю слова Вот, я и так склеротик Ну, сейчас Я не помню Я когда-нибудь Вот знаете что? Я вам сейчас Попытаюсь вот По всему нашему сегодняшнему вечеру Размазать такую поэму Которую я посвятил Моему старшему другу Вадиму Скуратовскому Наверное, единственному доктору Искусствоведения, который Специализируется на кино Поэма называется Волшебная сила Она состоит из Коротенького выступления И трех частей И Посвящена она Вадиму Скуратовскому Я вообще Замечаю за собой Такую странную странность Когда я С ним говорю То я его Невольно Передразниваю Ну, он сказал Володь, спасибо, конечно Спасибо за поэму Что я могу сказать? Ах! Печатать! Ну, я допечатал Вот Когда-то Когда-то Замечательный поэт Юрий Левитанский Выпустил целую книгу Которая называлась «Жизнь моя. Кинематограф» И это был какой-то Такой сплошной Сценарий Такой лирический Вот Наплывы какие-то Вот Крупные планы Это все было очень интересно Сразу должен сказать Что ни к моим Героям Ни к моему творчеству Эта поэма Никакого отношения Не имеет Это поэма Трактат Волшебная сила Поэма Трактат Вадиму Скуратовскому Вступление Вкушая хлеб Застынем у экрана И вдруг поймем Как нам необходим Проникший в сердце Голос Капеляна Особенно тогда Когда едим Чтобы не брецать Риторикой В дальнейшем Поскольку в тексте Все отражено Скажу одно Из всех искусств Важнейшим Для нас, друзья Является Кино Американский фильм Герою плохо Он идет один По городу Из Бруклина В Манхэттен Его подставил Друг На миллион И слава богу Что не на последний Но деньги Чушь Любимая ушла К нему же К другу Гаду И проныре Теперь Герою плохо Он идет И этим выражает Свой протест И против жизни Мелкобуржуазной И против женщин Коим Тоже плохо Поскольку дуры все И феминисты О нет Не все Есть Женщина Одна Она не дура И не феминистка Она ушла И в этом вся причина Хотя с другой Конечно стороны И миллиона Тоже очень жалко Поэтому герой Идет Один По городу Из Бруклина В Манхэттен Герой идет По Бруклинскому мосту Откуда вид Прекрасный На истривер Не на гудзон Как думал Маяковский Вергая нас В полнейший Кретинизм Герой идет Красивое пальто Растегнуто И развивает пол И герою плохо Он идет Один Хотя конечно Мог бы и поехать В своем Красивом Новом Мерседесе Но он идет И этим выражает В момент какой-то Он остановился Остановился Дабы ощутить Течение Истривер Не гудзон Он чувствует Дыхание океана И смотрит На Манхэттен И на Бруклин Все впечатляет Но при чем здесь Это Весь взгляд Его нам говорит О том Как плохо жить Герою в этом мире Где правит Доллар Он же Чистоган Герою плохо Попросту Хреново А выглядит Представьте Ничего Его пальто Растегнуто А брюки Застегнуты И светлая рубашка Сияет чистотой И темно-синий Галстук Подчеркивает Выспренность Картины К тому же Рот героя Приоткрыт Причина Приоткрытости Не насморк Актера так учили В Голливуде Теперь живет он С приоткрытым ртом И выглядит При этом Сексуально Их протезисты Делают протезы Из дорогих Сверхпрочных Материалов Поэтому Рот Приоткрыть Не стыдно Герою плохо Он почти готов Проникнуть в бар И с кем-нибудь Надраться Смешав свой виски С апельсинным Фрешем Там в баре С негром Можно побрататься Ведь нету негра Даже Миллиона Который Друг Украл Украл Заразу А негры Что же С негром Не накладно Свой виски Пить Потому Ж Политкорректно Там в баре Можно вспомнить О любви Поделиться Горем С проституткой Да В баре Можно все Но наш Герой Не из таких Что могут Опуститься До жизни В баре С апельсинным Фрешем И всякой Ерундой Пускай ему Хреново Завтра Он Разоблачит Блудливого Дружка А повезет Так даже Даст По морде В американских Фильмах Это можно Потом К нему Любимый Вернется Престыженная Бросится На шею И там Замрет В мольбе И поцелуи А друг Не верны Вскоре Попадет В большую Пятизвездочную Дурку Все будет Хорошо А тетя Паша Плачет И смотрит На истривер В телевизор А думает Что смотрит На гузон Экранчик Маленький И кто Их Разберет Гудзон Истривер Темза Брахмапутра Какая Разница Герою Очень плохо Идет Герой И рот Полуоткрыт Вставная Челюсть Треснула Вчера Ни день Ни еды Ни самогон Ну, мы продолжим Мы продолжим Ну, я Для тех, кто не знает Еще вдруг Случайно Открою Маленькую Тайну Есть такой Хороший Глагол Русский Позиционировать Так вот Меня позиционируют С одной стороны Как автора Старинных русских романсов А с другой стороны Как автора Народных песен Разных народов Что же это такое По июньскому зною Быстро кони Несутся По пыльной дороге То ли кони Несутся То ли песня Какая До меня Долетела И сердце Жима Это дивные звуки И любовь И признание Из окошек Открытых Это голос Любимый Тенью Снувшего Сада Шелест Листьев Примят Где Стволы Молчаливо Замкнулись За вами За вами За вами Что же это такое По июньскому зною Просто тройка промчалась Дорогой Пыльной Пыльной Вот то, что Наверняка Помнится Ну вот Песенка Которую мы Написали С Юлей И В разных городах Она называется По разному Ну я пытаюсь Потрафить Зрителю Называю ее По разному Ну в Киеве Она называется Марининский парк А в Москве Нескучный сад А в Ленинграде Летний сад А в Нью-Йорке Центральный парк А в Париже Догадайтесь сами Люксембургский сад Правильно Да А в Лозане Монре-По Вот Такая песенка Причем Вот знаете Совершенно непонятно Как пишутся песни Я иногда Значит Подталкиваю Юлечку К написанию Текстов Таким образом Я пишу мелодию Говорю Нравится Она говорит Да Напиши Напиши текст Вот она Так вот И понравилась Она написала текст Потом я уехал И подумал Что там чего-то не хватает Вот в этой В этой песенке Еще написал кусочек Текста С другой мелодией Вот Потом значит Я вернулся Она говорит Вот Вот текст Вот песня Я говорю Спой Она начинает петь Я слушаю Я говорю А теперь погоди Я спою И вот Как пазлы Все Все Сошлось Проводи меня Скажи Что-нибудь Я рассеянно Кивну Ни в попа Невозможно Время вспять Повернуть Как нельзя Остановить Листопад Невозможно Время Вспять Повернуть Как нельзя остановить листопад День как день, да он другим не читал В старом парке у холодной реки Листья сыплются, как ноты с листа Так шага моим беспечно легки Листья сыплются, как ноты с листа Так шага моим беспечно легки Сад обласканный нежарким лучом Сам нашептывает эти слова Им не чудится, что я ни при чем И от музыки в дыму голова И мне чудится, что я ни при чем И от музыки в дыму голова Красками света последнего Выгрожен двор проходной Памятью жопота летнего Гонится ветер за мной Оглянусь через причоп и смотрю Осень вспыхивает красным листом Он летит за мною по октябрю Как мелодия твоя невесом Он летит за мною по октябрю Как мелодия твоя невесом Субтитры создавал DimaTorzok Ну Сейчас еще прочту кусок Вторая часть Индийское кино Вы понимаете, да, почему индийское кино Потому что американцы качественное кино выпускают Зато Индия больше выпускает А есть еще Индийское кино Где много песен Много Камасутры Но Камасутра и ее устои Передаются лишь в девичьих танцах Таков характер киноиндустрии Великой Индии И что ни говори Все дышит целомудрием в их фильмах А то, что происходит вне экрана Нас не касается И не коснется впредь И так индусов больше миллиарда Вернемся к фильму С первого же взгляда Здесь просто все и ясно до предела Понятно сразу, кто кому племянник Кто чей отец и кто кого зарежет Кто бескорыстный Кто злодей отпетый Заметить можно даже без бинокля Скорее, без слухового аппарата Что негодяи Песен не поют А часто даже танцев не танцуют Подлец Всегда глядит на хмуре в брови И в то же время взор горит порочно То жаждой крови и кровосмешения То ненасытной алчностью То мукой, что он глядит А никому не страшно Еще чуть-чуть И вылезут глаза Подобный взгляд страшит лишь психиатров Однако, что касается влюбленных Их безмятежность С глупостью граничит Они настолько доверяют людям Что подлецов в упор не узнают Им деньги доверяя И невесту Своё имение Хворую мамашу И безнадежно жалкого отца Который слаб настолько Что не в силах до рта Стаканчик с ядом донести Пока влюбленные В густой траве играют Пока они мотив витиеватый В любовной пляске Бережно выводят Их враг не дремлет И плетет интригу Которая чревата преступлением Но тут Любимый дядя из Мумбая А может быть из Дели Приезжает И пресекает гнусности И дарит Влюбленным дорогое ожерелье В придачу оставляет целый дом О коем никогда и не слыхали Поскольку тайну Дедушка хранил Враг улеченный Покидает город Ему становится Ужасно стыдно За реки крови Пролитой напрасно За море яда Влитого в стаканы И за слова Которыми случайно Он обозвал Влюбленных на приеме Злодей прощен Но город покидает А те кто жив И кто еще не умер От яда и от старости Кружатся в неистовом Веселом брачном танце Предчувствую Что близится конец И можно будет вдоволь Насладиться Настойкою На печени змеиной И применить на практике Те знания Которыми владеют Лишь индусы И тетя Дуся Проливает слезы От счастья Что злодей изобличен А добродетель Снов торжествует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Свет и воздушные платья надень А наряд у Днепра То лиловый, то сизый, то белый Дождь шумит до утра Что расправил крылья сирень Дождь шумит до утра Что расправил крылья сирень Еще такая странная странность Я часто пишу песни для фильмов, которых не было Причем не было их давно Вот так писали для кино, ну скажем, в 50-е годы Когда в каждом фильме была песня А то и две, и потом их пели Во время застолий Но вот эта традиция уходит Называется песенка памяти подмосковных вечеров Перед прошлым не стану заискивать Я не помню нарядов и лиц Незаметно родные и близкие По земле кто куда разбрелись Незаметно родные и близкие По земле кто куда разбрелись Да и сами мы не многословные Затерялись в негромкой глуши Хороши вечера подмосковные И в лесу над окой ни души И в лесу над окой ни души Непрекаяно и неуверенно К островам подошла тишина Лишь скупым отголоском у берега Недопетая песня слышна Недопетая песня слышна Все в закатные тени оправлена За недвижной рекой свет погас И сегодня на нашей окраине Нет ни дома, ни сада, ни нас И сегодня на нашей окраине Нет ни дома, ни сада, ни нас И сегодня на нашей окраине Нет ни дома, ни сада, ни нас Ну, сейчас я разбавлю какой-нибудь глупостью Потому что, ну, надо что-то делать тоже Вот, знаете, есть такие стихи Которых, ну, нет ни слова Тобой написанного А все равно смешно получается Ну, вот, например, такая классика Я спросил сегодня у меня Алый Был он темнокожим и седым Как сказать мне для прекрасной Лалы Все пройдет, как с белых яблонь дым И еще спросил я у меня Алый В старомодном ветхом шушуне Как сказать мне для прекрасной Лалы Проскакал на розовом коне И сказал тогда, менял кратко Подавая мне персидский крош Будет парень здесь сегодня сладко До хрена вопросов задаешь Ну, вот такие глупости Сейчас Вот французская народная песня Я ее пою одновременно по-русски и по-французски Обычно рядышком со мной Юлечка Мы поем ее, потом еще продолжаем праздновать эту песню Песенка из поэмы Татьяны Ларина Песенка, которую вспоминает Иван Иванович Пущин Он вспоминает другую дару Он едет на свидание к своей будущей супруге Наталье Дмитриевне Фанвизиной А Пухтины, Фанвизиной, Пущиной Которая всю свою жизнь считала себя прообразом Татьяны Лариной И прожила всю свою жизнь под знаком Пушкина И вот когда ее мужа Михаила Александровича Фанвизина Герой 12-го года, генерала, не стала То, ну, как вы думаете Кем могла стать вдовствующая Татьяна Ларина? Только женой Евгения Онигина Но и Пушкина ведь не было в живых Вот в чем беда И она выходит замуж за Ивана Ивановича Пущина Первый друг, друг бесценный Александр Сергеевич Вот, понятное дело, о чем же вспоминать? О том, как пили вместе Как праздновали встречи Песенка называется «Мадам Клико» Мадам Клико Мадам Клико была вдовой Потоки слез лила она Чтоб жребий ей украсить свой Не доставала лишь вина Мадам Клико était лавев Que nous aimons Les guerres napoléoniennes Mais grâce à lui Nous nous aimons Mais grâce à lui Nous nous aimons Нам в кровь вошла Мадам Клико А значит, муж погиб не зря Мы с той поры живем легко Ее вдовство благодаря Il est un mort C'est bien dommage Il est tué Mais grâce à elle La vie est belle Et son buvage N'est pas méchant N'est pas cruel Mais grâce à lui Mais grâce à elle Mais grâce à elle La vie est belle C'est bien dommage 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 Ну вот, по-моему, пришла пора Прочесть главную часть поэмы И вы поймете, почему Украинское поэтическое кино Теперь пришла пора Поговорить о том, что ближе Тоньше И дороже Представим лето Медленный рассвет Туман Во врагах Тихих серебрится И льется Песня Мудрая Без слов Сюжета нет Сценарий Задержали Все переделывали В органах вести А, впрочем, был ли мальчик Говорят, что здесь Всего важнее настроение Поэтому, быть может, даже лучше, что нет сюжета То есть да Но нет А тема точно есть Да затерялась И вот один Без темы Без сюжета Герой сидит И медленная дума Ему вползает Молча на чело И он бы рад Прогнать ее Но это Ему, как видно Трудного Труднее Как, впрочем, сеять хлеб Лежать И, скажем Думать Тяжелый труд Все чувства Притупил Осталось Лишь одно Но это Чувство Прекрасного Беда Беда лишь только в том Что чувства Это не с кем разделить Герой встает И по земле Ступая Идет на речку Наблюдать Девчат В прибрежных Ивах Волком Затаившись Жаль, нет трубы Подзорной Под рукою А микроскоп Есть только В средней школе Хотя, конечно же Для данных наблюдений Не подошел бы Школьный микроскоп И, наглядевшись Парубок Встает С насиженного Места Возле речки И, не сказав При этом Ни полслова С эстонской Прытью Узкою тропинкой Идет к старухе Или старику Чтоб поделиться Свежим впечатлением А заодно О жизни Разузнать Тут наплывают Главные картины Без коих Украинское кино Утратит Самобытность И значение Обилие длинот И крупных планов Всех заставляет Размышлять О вечном Не отвлекаясь На перипетии Которыми Великий режиссер А с ним И безразмерный Оператор Нас достают Не меньше Получаса Но вот И старики Кинокартина Без них Шусало Без горилки С перцем Поэтому Очнувшись От раздумий Ословевший Зритель Одинокий Послушно Ждет Чем Кончится Мучение Но старики Молчат На молчаливый Вопрос Героя Отвечать Не в силах Они все Знают Но не говорят Поскольку Разговаривают Плохо Не выделили Средств На диалоги Поэтому Начало И финал Как близнецы Похожи Друг на друга Туман Клубица Сонечко Седая Объято Тишиной Село Большое И лес И дол И малых Ударок И в прессе Тоже Полное Затишье И лишь Блестящий Критик Скуратовский Поставит Фильму С минусом Четверку А тетя Зина Спит В глубоком Кресле Слегка Крапит Но Дышит Глубоко Еще две Песни Ага Я понял Ну вот Вот туда Вот С поля Да Еще две песни И тогда уж Да Тогда мы Перевемся Ну Давайте я Спою что-нибудь Такое Уже ставшее Да Почти что Классик Я классик Второго ряда Не то На старом Господи Господи Пожалуйста Совсем Совсем Уж Плох Есть Текстологи В зале Поэтому В нужный момент Поддержат Я знаю Не то На память Не то На старость Преображением Далеких дней В тумане Мой Белит парус Все неподвижней И все Бледней В тумане Мой Белит парус Все неподвижней И все Бледней Слова по ветру Летят все те же Но солонее Его комок Увы Не важно Что он Мятежен Куда важнее Что одинок Увы Не важно Что он Мятежен Куда важнее Что одинок В кромешной Качке И круговерти Крошатся глыбы Прибрежных плит А он Не нужен В воде И твердый Еще немного И улетит А он Не нужен В воде И твердый Еще немного И улетит Вот на днях Еду в Питер Я замечал Что В прежней жизни Не мог выговорить Слово Ленинград Всегда говорил Питер А сейчас Все чаще Говорю Ленинград Почему-то Многое изменилось И в нас тоже Помнишь Как червоным Золотом Вышивал Проспект Летели Мелко Каплями Исколоты Листья Легкие Летели Давней осенью Оплавлены Наши взгляды Наши лица Все трамваи В парк Отправлены А в конце На кольце Словно Школьники Стояли мы И не смели Объясниться Цену Сами Назначили Так кого ж Призвать К ответу Видишь Вьюг Подхвачены Годы Что легли На ветер Как же нам В часы Нежданные Сил Хватило Улыбнуться Будто Знали Все Заранее Я и ты Ты и я Выдыхали До свидания Но надеялись Вернуться Стекла Инием Подернуты В затемненном Этом доме Ты Из сумерек Из темноты Входишь Света Невесом Перед памятью Беспечную К изголовью Наклоняясь Точной Юностью Подсвечена Как закат Вечером К небесам Летишь Доверчиво Ни на шаг Не отдаляясь Браво! Ну Теперь мы Перевемся ненадолго Для того, чтобы потом Снова встретиться В нашем кабачке Где никогда Не смолкают шутки Несели и смех Несели и смех Несели и смех Несели и смех Продолжение следует...